В Уральске началась кампания иммунизации против гриппа, охватывающая все взрослое население, включая беременных женщин. В условиях повышенного риска заражения важно предпринять меры для защиты здоровья. И вакцинация становится ключевым инструментом, отмечают специалисты. Какие меры принимаются для защиты уязвимых групп населения, расскажем в следующем сюжете. С 1 октября началась кампания по вакцинации от гриппа, предоставляющая возможность бесплатной иммунизации для медицинского персонала, детей, людей с хроническими заболеваниями, воспитанников детских домов, пожилых людей в домах престарелых, школьников, студентов и беременных женщин. Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Нурлабек Мустаев отметил, что вакцинация необходима для предотвращения эпидемии и защиты уязвимых групп населения. Согласно рекомендации Семьерной организации здравоохранения, у нас будет приведена территория области 10% населения. Вакцина Грипп Пол Плюс Российской Федерации содержит три типа вируса гриппа. Это грипп типа H1N1, H2N3 и грипп типа B. Так как последний год на территории области данные типы циркулируют на территории. Медицинские работники активно реагируют на вызовы беременных женщин и детей до года с признаками ОРВИ и гриппа. Специалисты напоминают, что прививка это эффективная мера защиты, особенно для тех, кто находится в группе риска. Важно не откладывать вакцинацию, чтобы подготовить организм к сезонному всплеску заболеваний. «Мы рады принимать людей на вакцинацию. Процесс проходит гладко и без каких-либо негативных последствий. Спрос на прививки велик. Жители активно стремятся получить вакцинацию и сами приходят за ней. Мы уверены, что это позитивная тенденция». В течение полутора месяцев с жителями города районов проводилась разъяснительная работа. Жительница города поделилась своим опытом получения вакцины. «Прививки против гриппа я принимаю, наверное, около 10 лет еще, когда работала. Сейчас я пенсионерка, не болею гриппом. И поэтому стараюсь сделать прививку. Ну, не знаю, мое мнение, что они помогают». Компания по вакцинации против гриппа продлится до конца осени. И жители региона призваны активно участвовать в ней, чтобы предотвратить возможные осложнения и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Сергей Уланов, Альбина Жекенова и была ДжКПР Александр Грабарев, ТДК-42.